Добрый день, друзья! В остутствие эффективной политики управления грунтовыми водами, отходами, лесами и почвами Республика Молдова сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Доступ к чистой воде и гигиене является предпосылкой здоровой жизни. Из-за отсутствия капитальных вложений и продолжающегося ненадлежащего обслуживания в течение последних 30 лет По крайней мере, половина существующих систем инфраструктуры водоснабжения и канализации нуждается в значительном ремонте или восстановлении. Существуют проблемы как с доступом к инфраструктуре, так и с качеством и безопасностью предоставляемых услуг. В городах более 80% жителей имеет доступ к централизованному водоснабжению и только 63% к системе канализации. В селах доступ к данным услугам намного ниже. 50 и 40% соответственно. Почти 44% населения в стране не имеет доступа к чистой питьевой воде. По оценкам экспертов, почти 80% колодцев в наших селах не соответствуют стандартам питьевой воды. Проблема низкого качества воды существует как в домашних хозяйствах, так и в государственных учреждениях. По статистике, более 50% проб воды, взятых из источников, используемых учебными учреждениями, не соответствуют санитарным нормам. Качество воды можно улучшить за счет сведения к минимуму загрязнения воды, повышения эффективности использования воды, рециркуляции и повторном ее использовании, а также улучшение защиты и восстановлений, связанных с водой экосистем. Другая проблема в том, что государство не инвестирует в канализацию и очистные сооружения. Без надлежащей обработки и очистки эти воды загрязняют реки, что имеет неизбежные пагубные последствия для флоры и фауны, для здоровья всего населения. Еще одна экономическая бомба – это наши мусорные свалки. В настоящее время в республике используется более 1100 мусорных свалок, которые занимают площадь более 1200 гектаров. В республике Молдова наиболее распространенным методом утилизации отходов, объем которых значительно увеличивается в последние годы, является их захоронением, часто в несанкционированных, неконтролируемых и перегруженных местах, что оказывает огромное негативное воздействие на окружающую среду, здоровье населения, загрязняя поверхности грунтовой и водой, почву, воздух и окружающую среду в целом, в том числе увеличивая объем выбросов парниковых газов. Все эти проблемы нуждаются в немедленном решении. Речь идет не только о нашем здоровье, но об условиях жизни наших будущих поколений, наших детей, внуков, правнуков. Будущее зависит от тех действий сегодня, которые помогут избежать катастрофы в экологии. Для решения этих проблем мы предлагаем в первую очередь предпринять необходимые меры по защите основных источников питьевой воды в республике, это наши реки Пруд и Днестр, а также других малых рек нашей страны, обеспечить гражданам страны качественной питьевой водой, реконструкция существующих и конструкция новых систем по очистке сточных вод, решить вопрос раздельного мусоросбора с последующей его переработкой на современных экологически чистых заводах, постепенное снижение количества мусорных свалок путем регионализации услуг по сбору мусора и в итоге наличием трех-четырех свалок на всей территории республики, создание условий для открытия пунктов по скупке изделий и отходов из пластика и стекла, основных источников загрязнения окружающей среды на сегодня, проведение мероприятий по высаживанию деревьев и кустарников на склонах оврагов, холмов и берегах рек. Нашу команду волнует будущее страны, будущее наших детей и внуков. Мы знаем проблемы и знаем, как их решать.